Из Нижневартовска поездом на летний отдых сегодня выехали 70 детей. Юные жители столицы Самотлора отправились в оздоровительный центр Витязь в Тюменской области. Там они проведут три недели. В лагере для ребят приготовили много развлечений и оздоровительную программу, в которые входят кислородные коктейли, физиолечение и спортивные игры. Елена Составова поинтересовалась, чего ждут от предстоящего отдыха школьники и их родители. Лена и Диана подружились в детском саду. Два года назад пошли учиться в разные школы и общение прервалось. Вчера судьба снова свела их вместе. Девочки встретились на сборах и очень обрадовались, когда узнали, что вместе едут в лагерь. Я поеду с Дианой. Мы с ней дружили в садике. Потом нас разделили в разные группы. Я бы хотела узнать разные новые игры, что-то новое, интересное, друзей новых найти. Большинство родителей узнали о наличии путевок на сайте городского молодежного центра. Признаются, выбрали оздоровительный центр «Витязь», потому что он находится относительно недалеко от Нижневартовска, в Тюменской области. В группе написали срочно горящие путевки. Желающие родители, приходите на Жуково-8, имеете горящие путевки. Там было много направлений, и Краснодар, и Тюмень, и Казань, и Крым. Ну вот так, как ребенок едет первый раз, выбрали, что поближе к Тюмени. Дети мечтают о новых впечатлениях, а родители возлагают большие надежды на оздоровительную программу лагеря. Питание пять раз в день, лечебная физкультура и теплая погода должны благотворно сказаться на самочувствии юных вартовчан. Оздоровление, я считаю, что там погода лучше, чем у нас. Там рядышком у них горячие источники, у них будет массаж, галлокамера. Поэтому я думаю, ребенок хоть как-то здоровье поправит, потому что у нас здесь летом уже мы ходим в куртках. Ну а там я смотрела прогнозы, еще тепло, плюс 25. И все же чемоданы у юных путешественников оказались немаленькими. Взрослые хоть и надеются на хорошую погоду, но решили подстраховаться и снабдили детей в дорогу теплыми вещами. Понадобятся они или нет, будет ясно через три недели, когда ребята вернутся домой. Елена Составова, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.